Доброе утро, Ульяновск! Привет тебе вся, Ульяновская область! На календаре 19 октября, среда. Давайте заглянем в календарь истории. 19 октября 1812 года Наполеон покидает Москву. 1845 в Большом конференц-зале Петербургской академии наук под председательством вице-адмирала Федора Петровича Литке состоялось первое собрание Русского географического общества, учрежденного в августе. В этот день, в 1860 году, у Флоренции основана первая компания по производству двигателей внутреннего сгорания. 19 октября 1901 года бразилец Альберто Сантос-Дюмон обогнул на 33-метровом дирижабле Эйфелеву башню, продемонстрировав управляемый полет на аппарате «Легче воздуха» и завоевав первый приз в 100 тысяч франков. В 1944 году состоялся дебют Марлона Брандо на сцене Бродвея. В 1999 принято решение о строительстве второго тоннеля под Ла-Маншем. Он будет предназначен исключительно для автомобильного транспорта. 19 октября 2011 года рассчитано значение числа Пи с точностью в 10 триллионов цифр после запятой. Без всяких цифр и запятых нашу студию каждый день украшает партнер программы «Сеть цветочных салонов Нимфа-73». Этим утром для вас работает Оксана Коваль и Владимир Гаврилов. Поехали! Утро с репортером. Двухчасовой марафон событий, полезной информации и ярких впечатлений. Плюс интересные гости в студии. Показываем, чем живет Ульяновский регион. И начинаем день вместе. Позитивно и бодро. Ежедневно на телеканалах «Репортер-73» и «ОТР». И еще. У вас уже не болит голова. Есть и оставаться молодым. Как тебе, Оксана, такое? Прекрасное предложение. Мне кажется, любая девушка мечтает есть и оставаться молодой, бодрой, красивой. Ну, я думаю, сейчас несколько секретов раскроем. Тем более, что врачи назвали продукты «замедляющее старение». Первым пунктом в данном списке идут грецкие орехи и семена льна. Они улучшают память благодаря высокому содержанию омега-3. Также в них присутствует витамин В6, защищающий от когнитивных расстройств. Эти продукты играют важную роль для здоровья сердечно-сосудистой системы и в кровоснабжении мозга. Фундук, арахис, семена тыквы, миндаль содержат цинк. Он помогает организму бороться с разного рода инфекциями. На защиту вашего иммунитета готова встать куркума. В ней содержатся антиоксиданты. Она также способствует похудению и защищает от последствий сахарного диабета. Улучшить вашу память помогут шалфей и розмарин. Содержащиеся в шалфее антиоксиданты обладают антивозрастными свойствами. Специалисты рекомендуют употреблять две чашки чая с шалфеем. Это поможет предотвратить риск развития болезни Альцгеймера. Продолжим и этот разговор завтра, а прямо сейчас очередной выпуск рубрики ЗОЖ. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Проект. Я тренер по китайскому кунг-фу и цигун. Представляем вам упражнение китайской гимнастики цигун. Главный ее смысл – это накопление энергии и укрепление здоровья. Первое упражнение называется «Хуан-ти» – смена Ти. Ти – это энергия, с которой мы работаем. Даша, давай сделай упражнение, а я объясню. Значит, упражнение заключается в том, что мы собираем энергию и, соответственно, опускаем ее в наш энергетический центр. Называется по-китайски «Нижний Донтянь». Это упражнение способствует накоплению энергии и дальнейшему его использованию. Вот это упражнение у нас будет в течение всех остальных упражнений, которые мы вам порекомендуем, соответственно, делать. Все, достаточно. Следующее упражнение называется «Дыхание пятью центрами». Даша, давай начинай. Это упражнение в практике цигун. Есть статические упражнения, когда мы стоим неподвижно, и есть динамические. Это упражнение, соответственно, статического цигун, когда мы приобретаем определенную форму тела и накапливаем энергию. Значит, делается оно в три этапа. Первый этап – это концентрация внимания на точке байхуэй, макушка головы. Связь нашего тела, соответственно, связь человека с небом. Солнечная ци, по-китайски называется, да, солнечная энергия. Следующий этап, когда мы концентрацию нашего внимания переводим на центры ладоней. Соответственно, точки лаагун, по-китайски называются. То есть всё внимание на центрах ладоней. Чувствуем тепло в центрах ладоней. И следующий этап – это центры стоп. Мы всё внимание опускаем в центры стоп, и таким образом стараемся почувствовать тепло в центрах стоп. Это связь организма человека с энергией Земли. И таким образом мы приходим в равновесие, получая солнечную энергию, энергию всей окружающей нас среды и всей Земли. Всё, закончили через хрань си. Следующее упражнение называется по-китайски «джоангун» – «Столбовая работа» или ещё кратко его называют «дерево». Давай дальше, делай. Упражнение «дерево» – это тоже упражнение статического цигуна. И форма его выглядит таким образом, как будто мы действительно подошли и обняли дерево. Смысл этого упражнения в том, чтобы сбалансировать нашу энергию и её накапливать. Это статический цигун, накопление тси, накопление энергии. Соответственно, эта закрытая форма способствует тому, что энергия приходит и, соответственно, накапливается, волославится в нашем теле. Завершаем. Следующее упражнение называется «собирание тси», «собирание энергии». В этом упражнении у нас… Это уже динамический цигун, да. Здесь мы всё внимание направляем на центры ладоней и очень внимательно следим за ощущением тепла в центрах ладоней. Упражнение способствует также, в общем-то, как и другие, накоплению энергии. А накопление энергии, оно считается очень важным как раз для того, чтобы укрепить наш организм, укрепить наше здоровье и чтобы у нас была возможность, соответственно, дальше этой накопленной энергией управлять. В целых, соответственно, укрепление здоровья. Всё здесь упражнение медитативное, то есть всё внимание сосредоточено на ощущениях в центрах ладоней, на ощущениях энергетической связи между ладонями, да. А внешне выглядит так, как будто у нас маленький шарик сначала надувается до большого очень размера, да, и потом медленно сдувается. Всё, заканчиваем. Заканчиваем тоже очень медленно и плавно, это очень важно в практике цигун, то есть нельзя бросать руки, всё очень медленно, плавно. Мы накопленную энергию опускаем в наш энергетический центр, который находится в центре живота, в нижней части живота, и таким образом энергия усваивается и дальше распределяется. Следующее упражнение называется «Подъём и опускание Ти». Давай, даже делай. Это тоже упражнение динамического цигуна, где мы делаем вот именно такую форму, как будто наши руки качаются на волнах, да. Можно представить себя стоящим, например, в море, идёт прилив, у нас руки поднимаются, идёт отлив, руки мягко, плавно опускаются. По возможности руки должны быть максимально расслаблены, да, то есть вот эта вот энергия подъёма, она должна быть минимальна. Всё ощущение также на центрах ладони, и таким образом мы, соответственно, чувствуем, мы в данном случае уже учимся управлять энергией Ти, да, то есть направлять её в определённой, соответственно, области. Это упражнение, которое уже, в общем-то, по своей сути является следующим этапом. Накопленную энергию мы начинаем постепенно уже ею управлять. Заканчиваем. Всё. И последнее упражнение, которое мы вам сегодня покажем, называется «Ветер раскачивает его». Вот такая вот красивая форма. Она может вам напомнить очень известные движения всемирно известного стиля тайди-сюань китайского, да, очень похоже. Но, тем не менее, техники, которые мы вам показываем, это техники монастыря Шаолинь. То есть они относятся к стилю Шаолинь-сюань. Ветер раскачивает их в очень плавные движения, и это упражнение также направлено на то, чтобы мы учились чувствовать Ти, чувствовать энергию, собирать её и направлять. Всё, заканчиваем. Заканчивается каждое упражнение первым упражнением, которое мы вам показали, хуан-си, собирание Ти. То есть собирание Ти и, соответственно, дальнейшее опускание в энергетический центр и дальнейшее распределение по организму. Дорогие друзья, вы сегодня увидели 6 упражнений Цигун. Рекомендуем вам их делать. Их можно делать как рано утром, так и поздно вечером. Это идеальное время для того, чтобы заниматься именно упражнениями Цигун. Соответственно, накапливайте энергию, укрепляйте своё здоровье и будьте здоровы и счастливы. В Кузоваторском районе высадили почти 13 тысяч сеянцев сосны. Работу провели на прошлой неделе на двух гектарах без Водовского участкового лесничества. Ульяновская область неоднократно входила в число лучших регионов Приволжского федерального округа по показателям искусственного восстановления лесов, закреплённых в проекте «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». По данным профильного министерства, этой весной план перевыполнили на 2%, создав 1533 гектара новых лесов. Более того, площадь лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших насаждений составила 132%. При годовом плане чуть более 96%. Также начали борьбу с непарным шелкопрядом. Летом от вредителя пострадали леса трёх районов области – Меликесского, Новочеремшанского и Сенгиреевского. Рубрика о главном продолжит наш утренний эфир. Мобилизованному бизнесу дадут отсрочку по платежам. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства России Михаил Мишустин. Отсрочку предоставят по оплате аренды недвижимости, земельных участков и другого федерального имущества предпринимателям, призванным на службу в рамках частичной мобилизации. Предоставляется она на весь период прохождения службы. Кроме мобилизованных, такая мера поддержки коснётся предпринимателей, заключивших контракты о прохождении военной службы и бизнесменов-добровольцев, вошедших в состав армейских подразделений. Кроме того, теперь мобилизованные предприниматели смогут расторгнуть договоры аренды федерального имущества без штрафных санкций. Правительство Российской Федерации рекомендовало принять аналогичные меры поддержки на региональном и муниципальном уровне. В регионе повышают градус инвестиционного климата. В помощь предпринимателям единый инвест-стандарт, упрощающий оформление и старт бизнеса. Образец оформления документов для потенциальных инвесторов. С целью стандартизации деятельности, чтобы при точке входа инвестора с любой, скажем так, с любого субъекта Российской Федерации, с любой области, он получил задокументированный, регламентированный, стандартный порядок действия. И он, собственно говоря, не разнился ни в днях, ни в количестве процедур, ни в способе реализации этих процедур, ни в одном из субъектов. Инвестиционная декларация региона признана образцовой на федеральном уровне. Отсюда и несколько проектов из разных областей экономики, которые в скором времени развернут свои мощности на территории области. Ульяновский регион был выбран исходя из многих факторов. Это и логистика, и потенциал научный, потенциал высокотехнологический, или, скажем так, наличие персонала с высоким уровнем знаний, и в том числе наличие сырьевой базы. Соглашение с правительством региона уже подписано. Впереди воплощение проекта, состоящего из нескольких очередей. На разных этапах будет расти число рабочих мест. Итоговый продукт должен пойти на экспорт в ближние зарубежья. Аэрокомпозит Ульяновск получит федеральную поддержку. Профинансируют закупку современного оборудования, необходимого для расширения производства самолетов МС-21. Есть распоряжение выделения на эти цели 15 миллиардов рублей. С помощью федеральных средств заключат договоры и авансируют поставку оборудования на заводы Объединенной авиастроительной корпорации с 2022 по 2025 год. Напомним, уникальное композитное черное крыло для лайнера делают на предприятии аэрокомпозит Ульяновск в Заволжье. Это единственный в России завод по производству авиадеталей из композитов при помощи инфузионной технологии. Здесь данная технология впервые в мире применяется при изготовлении крупногабаритных конструкций панелей кессонокрыла. Картину дня дополнит региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». Вам, получается, 60 лет, то он единственный кормилец семье, да? Спрашиваете, вы же тебе не находите? А он же тебе не один находится. Вопросом на вопрос, чтобы позже дать четкий ответ. Либо перенаправить в профильное ведомство для более детальной и предметной работы. Мобилизация – центральная тема, звучащая в наушниках операторов службы 122 с 23 сентября этого года. В первые дни ульяновцы уточняли, кто именно подлежит к призыву, кому положена отсрочка. Тема сложная, и зачастую, прежде чем начать разговор, нужно человека успокоить. Иногда перевести на линию с психологом. Уже потом переходить к детальному обсуждению ситуации. Сотрудники службы изучают огромное количество информации, которая пополняется ежедневно, дополняясь комментариями Минобороны, профильных ведомств и регионального правительства. Большую помощь нам оказывает наше государственное правовое управление, потому что они нам помогают разбираться в каких-то тонкостях юридических. Кроме того, мы имеем возможность привлекать наше государственное юридическое бюро. Время сейчас темное, и не потеряться в тревогах помогают люди, давая четкую, внятную информацию, помогающую разобраться в сложных ситуациях. До глубокого вечера работают сотрудники службы 122, обрабатывая каждый телефонный звонок. После окончания рабочего дня в 8 вечера все поступающие звонки записываются в автоматическом режиме. Утром их прослушивают, перезванивая с готовыми ответами. Руку на трубке держат 11 человек. С начала мобилизации ими обработано 11,5 тысяч заявок. Сейчас, когда областной резерв бойцов набраны актуальные темы на линии, социальная поддержка, обмундирование и экипировка мобилизованы. Готовятся к фронту, заботясь о детях. Поэтому один из самых частых вопросов касается также поддержки семьи с детьми. Бесплатное питание в школах и посещение детского сада. Главное, что нужно сделать, это взять справку в военкомате о том, что глава семьи, как говорится, или мобилизованный, находится сейчас в воинской части. Вот эту справку они получают. Соответственно, уже это основанием идет для того, чтобы назначить эту льготу. Финансовые сложности семьям мобилизованных помогают решать в социальной защите региона. Благодаря областному и федеральному бюджетам деньги находят. Возможно, сразу всем помочь не смогут, предупреждают в ведомстве. Но сделают это обязательно. Учитывая, что кредитное бремя, например, со многих временно сняли. Мы тоже выяснили все вопросы, которые есть по кредитным обязательствам. Все данные, которые у нас есть, направляются в банки. И мы также держим на контроле. Но вот на сегодня уже где-то порядка 12% семей, у тех, у которых были проблемы с кредитными обязательствами, они решены. Обещают помочь и не бросить. Но, несмотря на всю поддержку государства, главным для семей мобилизованных остается жизнь и здоровье родных. Маргарита Матюшинская, Юрий Давыдов, репортер 73. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это наши трикотажные производства ведущие, которые уже знакомы были с этим производством. Те, которые перестроились, буквально 3-4 дня ушли на наладку. И хочу еще раз поблагодарить наших предпринимателей, наши предприятия, которые не просто отозвались, сделали. Надежно, быстро и по минимально возможным ценам. Каждый из наборов выдается в дополнение к тому, чем обеспечивает Министерство обороны. Каждый рюкзак, производством которых тоже занимаются ульяновские швейные фабрики, содержат в себе аптечку, защитные очки, нательное термобелье, носки, резиновые сапоги, туристический коврик и спальный мешок. Экстрим минус 30, достаточно вместительный, где даже в полном обмундировании можно спокойно зайти даже крупному человеку. Специальная конструкция была разработана нашими компаниями. И подобный вид продукции, и подобные производятся все в Ульяновске. А еще теплые одеяла и подушки. Первая партия, произведенных ульяновской фабрикой спальных принадлежностей, уже убыла в центре боевого слаживания. Качество продукции, включенной в доп. наборы, на особом контроле. Производители свою ответственность понимают и за свои изделия готовы ответить. Более того, скажу о том, что когда мы начинали эту работу, мы сразу же договорились о том, что представьте, что вы сами будете в своей продукции, значит, в таких походных условиях. Поэтому, наверное, здесь никого уговаривать не нужно было. И, конечно же, делали как для своих близких, как для своих родных. Комплектов хватит на всех мобилизованных от Ульяновской области, вне зависимости от места, в котором они проходят боевое слаживание. Более того, в регионе готовы изготовить аналогичные наборы и для соседей. Для этого у нас достаточно материалов. Первые комплекты дополнительного обмундирования бойцы из Ульяновской области уже получили. Их отправили в Пензу, в центр боевого слаживания 10 октября. Следующая поставка планируется на 19-е. Антон Кузьмин, Алексей Юферев, репортер «73». К ней могли прийти и ночью, обратиться за помощью, потому что она была единственной медицинской работник во всей округе. И с детьми к ней приходили беременные женщины с какими-то ранениями. Но бабушка стойко и достойно трудилась на протяжении до 75 лет. До ухода на заслуженный отдых Тамара Комарова несколько десятилетий заведовала вишкаемским ФАПом. Благородную эстафету перехватили внуки. Екатерина Кузьмина практикует 22 года. Доросла до старшей медсестры поликлиники ЦГБ. Артем Комаров прошел полный путь. Санитар, медбрат, врач, анестезиолог, реаниматолог этого же лечебного учреждения. Каждого пациента все равно через себя стараемся не пропускать, потому что это очень тяжело. Видеть, как человек умирает, это очень тяжелый процесс. Потому что все смертны, все когда-то умрут. Но наша задача как можно дольше, чтобы люди продержались, чтобы люди отсюда вышли после каких-то тяжелых длительных операций, тяжелых длительных болезней, либо тяжелых травм. Сейчас в наличии 12 реанимационных коек, еще 6 в инфекционном отделении. А в самый разгар пандемии количество возрастало аж до 70, причем привязанных к аппаратам ИВЛ. Я также прошел этот этап. Благо я не дошел до реанимационного отделения, но поболел довольно-таки нормально. Все прелести ковида, все прелести нехватки кислорода, когда ты это понимаешь, что ты привязан к кислороду, что ты без него себя чувствуешь довольно-таки плохо. Я прочувствовал на себе. Спасли свои же коллеги. И еще полтора месяца ушло на восстановление. Сейчас больные с ковидом в реанимацию попадают гораздо реже, но все-таки подобное случается. За благоприятный исход отлаженные схемы лечения и прогрессивная аппаратура. Поступается не так часто, как хотелось бы медикам, но все-таки. Рядом со мной сейчас находится аппарат, он называется «Призмофлекс». В нашей больнице он появился относительно недавно, в принципе, он появился год назад. Данный аппарат нужен для очистки крови, если сказать максимально простым уровнем. В свой недавний профессиональный праздник, День врача, анастезиолога и реаниматолога, отметили очередной боевой вахтой. Хорошо, что родные и близкие такой фанатизм понимают и принимают. К примеру, Екатерина, брата Артема, неустанно поддерживает, испытывая высокие чувства. Это гордость, это безусловно гордость. Я видела, как он всегда учился, как он всегда сидел над учебниками. Сейчас он не перестает заниматься, свои знания постоянно совершенствует. Постоянно у него есть новые книги по реанимации, анестезиологии. То есть он не остановился на том уровне, который ему дал институт. Он постоянно совершенствуется, постоянно учится. Татьяна Домоданова, Алексей Юферев, репортер 73. В этом году на территории трех ульяновских лесничеств зафиксирована рекордная рождаемость древесного вредителя. Непарного шелкопряда, представляющего опасность для лесных хозяйств. Само насекомое, непарный шелкопряд, он довольно-таки быстро распространяется на территории лесов. Лесов, субъекта как Ульяновской области, так и других субъектов Российской Федерации. И уничтожает лесные насаждения, в том числе и хвойные. Непарный шелкопряд практически всеяден. Повреждает до 300 видов растений, почти все лиственные породы, часть хвойных, многие виды кустарников. Бабочка прилетела к нам с Татарстана, отложила яйца. Это было в прошлом году. В этом году мы получили результат, как бы гусеница вылупилась, и у нас произошло, что произошло? Произошло объедание непарным шелкопрядом лиственной хвойной породы. Чтобы избавить лесной фонд от зловредной бабочки и не допустить повреждения деревьев в следующем году, власти региона инициировали серию мероприятий по борьбе с личинками насекомого. Удаляем кладки, яйцекладку шелкопряда для возможного сокращения, скажем так, популяции на будущий год. На борьбу с вредителем вышли все – специалисты ульянских лесничеств, представители лесорендаторов, волонтеры и местные жители. Сражаться приходится в рукопашную. Только так можно избавиться от шелкопряда, не повредив деревья на территории, которая попадает под статус защитной. Часть яйцекладок передается в Центр защиты леса Ульяновской области. Его специалисты проведут исследования и на основе полученных данных смогут спрогнозировать ситуацию на следующий год. Мы делаем прогноз на будущий год. Идут подсчеты, что будет на следующий год. Прогнозируем, потом все данные анализируем и отправляем в Министерство природы с личной экономикой. Там они уже будут принимать, какие меры будут на следующий год. В планах на 2023-й наземная обработка лесного фонда специальными составами, не наносящими вреда деревьям, но губительными для личинок лесного вредителя. Антон Кузьмин, Сергей Рябухин, репортер 73. Иди туда! Даже игрушки понимают, что важно для безопасности вашего ребенка. Ребенок в машине должен быть в автокресле. Куда бы вы ни шли, переход укажет вам безопасный путь. Водитель, пропусти пешехода. На скорости 60 км в час, даже на сухой дороге, расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки, около 60 метров. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее перед пешеходным переходом. Внимание! Тормози заранее. Консультации по грудному вскармливанию в медицинском центре «Консилиум». Это грамотная помощь в становлении беспроблемного кормления грудью. Медицинская помощь при лактостазах и маститах. Под контролем УЗИ молочных желез. Медицинский центр «Консилиум». Телефон 748-748. Большие неприятности начинаются с маленькой дистанции. Держи дистанцию. По данным сайта «Гесметио», 19 октября в Ульяновске пасмурно. Температура воздуха по области ночью плюс 7-11, днем от 6 до 10 тепла. В городе температура воздуха ночью 8-10 выше 0, днем плюс 7-9. Ветер преимущественно западный 3-7 метров в секунду. Атмосферное давление 743 мм ртутного столба. В Госдуме подготовлен законопроект о борьбе с буллингом в школах. Буллинг – это запугивание травли ребенка со стороны одноклассников, распространение лживой порочащей ребенка информации в социальных сетях. Дело в том, что на данный момент отсутствуют правовые нормы, позволяющие предупреждать, пресекать и профилактировать случаи травли в образовательных организациях, говорится в пояснительной записке. Законопроект предлагает закрепить понятие травли и формирует основу для дальнейшего составления государственной программы единого стандарта ее профилактики. Речь идет также о разработке мер по психологическому восстановлению и социализации после случая травли. Профилактика буллингов в школах должна стать обязательной частью воспитательного процесса, указали авторы. Законопроектом устанавливается обязанность включать мероприятия по обучению мерам эффективного реагирования на травлю в образовательную программу, цель которой – формирование позитивных социальных навыков и социально приемлемого поведения обучающегося. Законопроект предусматривает создание в структуре образовательных организаций и их филиалов специализированных подразделений, деятельность которых направлена на рассмотрение случаев травли и принятие мер по ее профилактике, пресечению и предотвращению новых случаев. Ну что ж, а сейчас без всякой травли и буллинга хотелось бы передать слово нашим юным коллегам, ребятам, которые с завидной регулярностью создают специально для вас свои новостята. Многие считают осень самой романтичной порой. Когда листья приобретают желтые и красные оттенки. А по окнам начинают барабанить дождь. Другие говорят, что осень – пора уборки и спорки урожая. И это тоже верно. В любом случае, осень – прекрасное время года. А все ли вы знаете об осени? В этом видео мы расскажем вам интересные факты. Не все знают, что такое осень. Потому что где-то ее нет. Например, на экваторе осень не бывает, как и весны. С жителем… Жителям тропического региона не смогут понять и объяснить слово «осень». Потому что там всегда лето. Южный полушарий земли осень длится с марта по май. В московском государстве… Сейчас. Можно еще раз? Можно, можно. В московском государстве до 18 века осень официально длилась с 23 сентября по 23 декабря, то есть до Рождества. Статистика гласит, что люди, которые родились осенью, живут дольше, чем люди, которые родились в другое время года. Теплое бабье лето, которое случается в сентябре. В некоторых… В некоторых странах называют цыганским летом. Американцы и казанцы… Американцы и канадцы зовут его индейским. Осенняя депрессия – невыдумка. Ей подвержено около 5 населения процентов. Ей подвержено около 5 процентов населения. Если доверять статистике, то именно осенью принимаются важные решения. Все мы привыкли к тому, что осень начинается 1 сентября. На самом деле, 1 сентября начинается календарная осень. Астрономическая осень начинается до 2-го и 23-го сентября. На языке индейцев некоторые деревья названы в честь звуков. Второй осенью издает ветер. Дует он всегда сквозь листву через час после заката. Когда в северном полушарии наступает… Не, примерно, ду… Когда осень наступает в северном полушарии, то в южном полушарии наступает весна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы смотрите «Утро с репортером». Мы продолжаем. На дворе осень. Для кого-то очайочарование, для кого-то хандра, вот эта вот постоянная усталость. Депрессивное состояние. Да, да. Некоторые люди достаточно депрессивно воспринимают это время года у тебя как? Ну, конечно, когда на улице дождик, очень сложно, мне кажется, быть на таком полнейшем позитиве. Но, тем не менее, я считаю, что нужно везде искать плюсы. Ну, осень, ну, да, ну, есть. Ну, хочется спать, допустим, постоянно. Ну, поспи. Ну, устал я всегда. Даже когда проснулся, я уже проснулся и устал. Значит, это ложится раньше? Ну, тогда я поспал слишком много, проснулся и устал от того, что много спал. Да что ж всё не так-то? На самом деле, мне кажется, прекрасное средство – это принять ванну перед сном расслабляюще, выпить вкусного чая, вот. Ну, а утром бодрящего кофе и на любимую работу. Ну, допустим, допустим. В общем, друзья, о том, как бороться с усталостью, как, может быть, скрыть следы, которые она, к сожалению, иногда оставляет на нас, давайте узнаем в рубрике «Стиль». Всем доброе утро. Это рубрика «Стиль», и я её ведущая Виктория Карпачёва. Я являюсь визажистом международного уровня. В первую очередь, это, конечно же, полноценный сон. Постарайтесь избегать питьё на ночь, дабы избежать отёков под глазками. Так, и вот наша прекрасная модель сегодня Настя, на которой я покажу, как же скрыть. Тёмные круги под глазами. Так, и мы с вами начнём с патчей под глаза. То есть это могут быть различные патчи Кореи, как корейские, так и российские марки. Вот примерно вот так они выглядят. Функции тоже у них бывают различные, разнообразные. Например, чтобы снять отёки под глазами или же высветлить тёмные круги. Так, это наша модель Анастасия, да, который мы будем наводить красоту и свежесть. Берём патч, вот так он выглядит, и накладываем его в зону под глазки. Накладываем наш патч в зону под глазки. Под один и под второй. Будет ощущение такого лёгкого холодочка, что снимает отёк. Как вам комфортно, Настя? Комфорт. Пока Настя у нас сидит с патчами, это нужно выдержать минут 15 хотя бы, мы с вами углубимся в волшебный мир колористики. Перед вами цветовой круг Иттона. Им пользуются все стилисты, все дизайнеры, в общем, все люди, кто работают с цветом. И давайте посмотрим. А обычно у нас цвет проблемки, да, под глазами, это, как правило, синеватый или фиолетовый от тона, да? И нам нужно на этом круге найти противоположный. Если цвет проблемы имеет синий оттенок, мы находим противоположный. На круге является оранжевый. Тогда нам нужен оранжевый консилер, да, с оттеночком. Если же область вокруг глаз имеет фиолетовый потон, то давайте сами попробуем найти, какой цвет является противоположным, контрастным. Это у нас желтый, да? Тогда цвет корректирующего средства должен быть желтоватый. Вот. И в идеале, да, если будет что-то даже среднее, желтовато-оранжеватое. То есть тогда сработает принцип нейтрализации. И сейчас мы с вами перейдем к практике. Уже прошло достаточное время, и мы их снимаем. Кожа у нас напиталась, увлажнилась, и наши темные круги немножечко высветлились. Так, по ощущению как вам, Настя? Очень приятно. Так, еще можно потрогать. Да, мягко, гладенько. Теперь самое время определить, какой же у нас оттенок под глазками. Давайте посмотрим внимательно. Я вижу фиолетовый оттенок, да, имеется чуть-чуть. Ну, в общем, да, он основной. Поэтому вспомним цветовой круг. Нам нужно взять желтоватый консилер. Давайте посмотрим, какие они вообще бывают. Оттенки, да? Так, вот это у нас оранжевый оттон. Да, он хорошо работает именно с синим цветом. Происходит у нас принцип нейтрализации. То есть при нанесении персикового оттенка на фиолетовый, да, он нейтрализуется. Так, вот это уже посветлее тон. Он имеет желтоватый оттенок. Я предпочитаю их смешать. Набираем на кисть и наносим непосредственно на самые углубленные местечки, да, на самые темные места под глазами. То есть не на всю прям область под глазами, да, а непосредственно на впадины. Потому что мы работаем именно с нейтрализацией вот этих впадин, самых темных мест. И растушевываем. Вот таким вот чудесным образом у нас зона под глазками становится более свежей, более светлой. Работаю я, кстати, кистью синтетической. Это мягкая синтетика. Она лучше всего подходит для кремовых текстур. Можно делать это пальчиком. То есть это тоже прекрасный инструмент, да. То есть вот таким образом, прихлопывающими такими легкими движениями, растушевываем консилер. Вот такая вот чудесная магия у нас с вами произошла при помощи пачей и персикового консилера. Вот. Теперь у нас лицо выглядит более свежим. Круги замаскировали. Кстати, таким же принципом можно замаскировать воспаление красное при помощи зеленого консилера. С вами была рубрика «Стиль». Я ее ведущая Виктория Карпачева. Напомню, что сегодня на календаре 19 октября среда. И, кстати, сегодня, 19 октября, отмечается Всероссийский день лицеиста. Об этом поговорим с гостем, который уже пришел к нам в студию. И сегодня это директор Ишеевского многопрофильного лицея, что важно, Зелимов Рафик Равильевич. Рафик Равильевич, доброе утро. Доброе утро. Давно мы что-то не спрашивали у наших гостей. С чего начинается ваше утро? Как заряжаетесь энергией на целый день? Мое утро начинается со встречи наших детей в лице. Я каждое утро нахожусь в фойе и встречаю моих замечательных ребят. Что вы им говорите? Всем говорим обязательно доброе утро, хорошего дня. Классно. Вот так вот директор раз и встречает... Ну, а почему нет? Необходимо посмотреть, в каком у меня состоянии детишки пришли в этот день в школу, в лицей. Ну, а там, я не знаю, как-то... Я вот не помню, чтобы когда я учился, чтобы меня встречал директор. С простеркными объятиями, да? Если вдруг стоит на входе директор, значит, что не то. У каждого человека свои принципы есть. У меня такие... И давно вы так делаете? Ну, практически с первого дня своей работы. Это сколько лет уже? А, 12-й год. Здорово, здорово. Ну, и я так понимаю, атмосфера, благодаря этому в лицее такая максимально дружеская, приятная. Ну, об этом, конечно, лучше спросить моих учеников. Ну, в общем-то да. Надеюсь, что это так. Ну, по крайней мере, старайтесь такое создать. Да, конечно. Ну, ребята же с удовольствием идут в лицей. Ну, пока каких-то трудностей в этом не было. Ну, что ж, сегодня праздник. Кстати, вас с праздником. Спасибо. Все-таки это ваш, можно сказать, профессиональный... Да. Хотя, наверное, не ваш, а ваших воспитанников все-таки. Я всего это их. В первую очередь, это их праздник. Как будете отмечать? Ну, начнем с того, что 19 октября, это, понятно, день лицеиста, но в этот день мы... у нас определен ряд мероприятий. Конкретно в этот день, 19 октября, мы будем принимать в лицеиста наших самых юных лицеистов, школьников. Это наши первоклассники. Для них подготовлено целый ряд мероприятий. Это будет день в форме квеста, когда наши старшеклассники, как и совет старшеклассников, организуют им работу по определенным станциям, когда они будут знакомиться с историей лицея, с нашими преподавателями, с нашей инфраструктурой, с нашей системой дополнительного образования. Когда вот этот квест у нас пройдет, в итоге будет потом торжественное мероприятие в актовом зале, где им будут вручены вот такие лицеистские значки, и с этого момента мы будем считать их нашими лицеистами. Здорово. Вот так вот, опять-таки, такое наединение получается мероприятие, потому что старшие классы... Совершенно верно. Да, у нас в лице вот эта система сформирована, и сейчас в этом году введена должность советника по воспитанию. Вы все прекрасно об этом знаете. И вот как раз мы хотим, чтобы вот этот человек и занимался как раз вот этим единением наших ребятишек на всех уровнях образования. А вообще у старших, например, есть действительно такое стремление помочь подрастающему поколению? Или такие, ну зачем нам еще, короче, малышню навязывают? Нет, наоборот. Есть огромный интерес к работе с малышами у наших старшеклассников. Это тоже уже давно у нас традиция заведена. Поэтому одно из мероприятий, которое посвящено дню лицеиста, это день самоуправления, день дублера. Когда у нас в лицее все наоборот, то есть ученики преподают, учителя находятся в качестве учеников. Вот, наверное, ученики отыгрываются в этот день. Садись, два, да? Абсолютно не так. У нас тоже есть единение среди педагогов и учеников, поэтому в этот день проходит достаточно ярко, очень спокойно в лицее в этот день, несмотря на то, что лицей достаточно большой. Вообще, кстати, вот значок это понятно, а какая-то, я не знаю, клятва лицеиста, какие-то там... Торжественные слова. Конечно, на самом торжественном мероприятии эта процедура обязательно присутствует. То есть есть вот эта вот клятва или кодекс, который... Да, озвучивается в этот день. То есть вот те принципы, по которым они будут жить... По которым они должны жить. А, должны. Ну, получается или все-таки где-то нарушают иногда? Все стараются, я думаю, что все получится. Ну вот, это просто здорово, так ярко становится, такие воспоминания школьные сразу тоже в голове вспоминаются, что аж это... Хочется опять, да? Хочется. А вот вы сказали, что достаточно большой лицей, сколько вообще воспитанников? Сколько очень? Ну, на данный момент у нас 1442 учащихся и 110 воспитанников дошкольных групп. А, дошкольные, то есть еще... Достаточно большой лицей. Дело в том, что мы с определенным моментом времени, с 2019 года находимся в стадии реорганизации. К нам присоединили нашу вторую шеевскую школу. У нас в Шеевке, вы знаете, построили новую школу, детский сад с плавательным бассейном. И они у нас в структуре тоже сейчас находятся. Ну и вот в 2022 году мы присоединили еще Новую Безинговскую основную школу. То есть у нас 4 корпуса, и нам достаточно... Достаточно большой простор для работы с нашими детьми. А первоклассников сколько? Первоклассников сейчас более 150 человек. 150 человек, это классов получается... На данный момент 6 классов. 6. 5-6, да. То есть это вот они по классам еще будут как раз вот эти квесты. По классам, по разным зданиям все это будет вот в таком формате. А вот вы сказали, что школу присоединили к вам, а вот лицей и школа, вот в чем есть? Ну, наверняка же какая-то разница. Ну, изначально мы вообще лицей достаточно молодой. Мы с 2013 года являемся лицеем, получили этот статус. И сущность лицея, она заключается в том, чтобы организовать профильное обучение по техническим и, естественно, научным направлениям. Вот мы в этом направлении сейчас и продолжаем работать. Поэтому все, что к нам присоединяется, они, соответственно, в эту единую образовательную среду и попадают. И мы все 4 здания являемся полным лицеем. И вот реализуем как раз эти два направления. То есть именно техническое и, естественно, научное. Есть еще у нас одно направление гуманитарное. Мы его тоже, потому что запросы от родителей присутствуют. Мы не отказываем. Ну, а вот по направлениям разбираются сразу, прямо с начальных классов или все-таки постарше уже идет вот это? Благодаря тому, что мы стали образовательным комплексом, стали присоединять здания, мы разработали концепцию развития своего лицея, которая предусматривает раннюю профилизацию детей, начиная с уровня дошкольного образования. Даже дошкольного даже. Да, но пока это через систему дополнительного образования, то есть кружковая деятельность. И в начальной школе, соответственно, тоже. Ну, а дальше предпрофильная, профильная подготовка уже, начиная с 8 класса, это все на более серьезном уровне. Благодаря открытию точки роста у нас в лицее. Вот это достаточно большой плюс для нас, когда мы можем использовать вот эти ресурсы современные. Вот. Таким образом. Интересно, нагрузка легла вот больше, да, с тех пор, как вы стали лицеем, все равно как-то это... Ответственности стало больше за результат, потому что в свое время как раз к лицеям был некий другой подход, и требования к нам были другие, соответственно, мы должны были давать достаточно высокие показатели качества образования. Вот мы на этом не хотим останавливаться, все-таки в этом направлении продолжаем работать. Вот сейчас как бы тенденция такая идет, что, в общем-то, школы, учебные... Как это? Учеждения. Да, 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 которые находятся там в муниципалитетах, в область не должны уступать городским. Вот здесь можно сказать, что вы не уступаете, а может быть даже где-то кого-то обходите? Ну, так говорить, что где-то кого-то обходим, не буду говорить, но только скажу о результатах, о том, что мы входили в топ-200 лучших сельских школ России, мы три раза попадали в топ-25 лучших образовательных организаций Ульяновской области, и мы последние пять лет, ну и до этого, конечно, были такие же высокие результаты, мы последние пять лет являемся лучшей образовательной организацией в муниципальном образовании Ульяновский район. Поэтому как бы, ну, наверное, результаты... Это большие, результаты-то серьезные, конечно. Ну, это большой труд моего большого коллектива. А сколько у вас педагогов? Педагогов чуть меньше ста. Так, чуть меньше сотни педагогов, а учеников полторы, да? Тысячи-четыреста, по-моему. Полторы тысячи получают. Тысяч четыреста сорок два. Ух ты! Ну, здорово, здорово. А, кстати, ну, наверняка понятно, что вот такие высокие показатели, это, с одной стороны, заслуга как раз педагогов, с другой стороны, это, ну, сами школьники, которые, в общем-то, слушаются, выполняют задания. А родительское сообщество как-то к этому подключается? Конечно, я об этом тоже хотел сказать, что в любом случае все участники образовательных отношений, они, вот только когда все участники образовательных отношений включаются в общий процесс, тогда у нас будет серьезный результат. Поэтому я и отдельно благодарен родителям за то, ну, это называется все равно работой, да, работой с детьми, то, что они их дома настраивают на нужный лад, воспитывают в нужном направлении, и с нами они практически во всем солидарны. То есть нет там разногласий как раз там родителей и педагогов? То есть все движутся в одном направлении? Серьезных разногласий не бывает. Если мелочи какие-то возникают, то... Ну, все рабочие моменты. Компромиссы — это рабочие моменты, да, поэтому мы работаем с детьми, здесь без них никак. То есть, ну, такая хорошая, полноценная, получается, образовательная структура, можно даже сказать. Она так и должна быть. То есть, а учитывая, что еще дошкольники, да, у вас много их? 110 человек. 110. А они в отдельном здании или как-то... Вот новый корпус школы-сад, как раз там и начальная школа есть, и дошкольная группа. А, то есть, ну, им там прям... Да, у нас плавный, мягкий переход, получается, для наших детей, которые посещают дошкольные группы с уровня дошкольного образования на уровне начального. Там главное с утра не ошибиться. Когда идешь, особенно первокласснику, по привычке группу не свернуть... Поэтому директор и стоит, встречает, чтобы направлять мягко, что вам вот сюда, ребята, вам вот сюда. Чтобы в обед не ушли спать там. Да. Совершенно верно. Ну и кружковая деятельность тоже, да, дополнительное образование активно развивается. Активно развивается, да. Сейчас на данный момент у нас, если брать всю систему дополнительного образования, это порядка 35 кружков у нас. Это какие? Чем занимаются ребята? У нас они... Ну, есть стандартные направления. Это художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное направление. Но мы сейчас вот благодаря тому, что есть точка роста, мы пытаемся организовать, реализовать доп. образование, дополнительное образование, чтобы была ранняя профилизация. То есть мы научно-технические, естественно, научно-технологические направления развиваем. А театр или... Театр? Да, театр у вас есть, театральный кружок? Мы тут вот узнали, у нас сейчас фестиваль, вот начинается, можно заявки подавать. Правильно, я же понимаю, в другую могут подать. Это школа, да, театральная... Вообще у нас дети активные, но театр в этом году у нас... Он появился. 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 Есть руководитель театра. Я надеюсь, что в ближайшем будущем мы начнем участвовать во всех этих мероприятиях. Но в этом году в региональную часть театрального привоза ее пока не подается. Ну, конечно, у меня дети способные, активные, но... Ну, нужно немножко времени, да, чуть-чуть? Да, немного времени необходимо. В следующем году, я думаю, это будет уже... Как на все находят время, наверное, не дети даже, а преподаватели? Потому что, ну, тут учебный процесс, потом дополнительное образование, я так понимаю, тоже на их плечи ложится. Тут еще... С родителями тоже со своими вопросами, наверное. С родителями со своими вопросами, да. Как вот педагог, чем замотивирован на положительную работу сегодня? Как всегда говорят, принято говорить, что педагог — это призвание, прежде всего. Поэтому вот у нас в лицее собрался как раз такой коллектив, который любые трудности преодолевает, вот благодаря тому, что они действительно выбрали эту профессию сознательно. А, кстати, нет вдруг вот нехватки педагогов? Или прямо укомплектованы, все есть, всех достаточно? Или хотелось бы побольше? Потому что ежегодно они, конечно, эти трудности возникают, благодаря естественным процессам кто-то пополняет семью и так далее. Но есть пополнение, к счастью, молодыми специалистами. Вот это единение молодежи и опыта, оно и дает определенный результат. Где-то необходима энергия молодых специалистов, где-то, наоборот, опыт и советы, мудрые советы опытных педагогов. Ну, самое главное, молодые педагоги хотят работать, идут в профессию, никто там, грубо говоря, отучился, получил образование, что там, детей учить? Нет, не пойду. Остаются те, кто хочет этим заниматься. Остаются те, кто хочет. Вот они есть у нас, и есть все их достаточное количество. Я этому рад, что коллектив омолажается у меня, омолаживается. Вот, они у меня есть. Ну, самое главное, ну, наверное, это такой основной момент, что идут работать, что продолжают работать с нашими детьми. Это здорово. Ну, в этом плане хочется отмечить, что мы еще и взаимодействуем с Ульяновским государственным педагогическим университетом. Поэтому мы в тесной взаимосвязи с ними. У нас наши классы профильного обучения, они являются классами распределенного лицея нашего университета. А-а-а. Да, поэтому и ряд наших выпускников лицея, они обучаются в педуниверситете. И даже, ну, достаточное количество приходит и возвращается к нам. И сейчас целевое обучение заключаем мы с ними договора для того, чтобы потом по окончании вуза они вернулись к нам уже на те должности, которые мы им предлагаем. Ну что ж, большое спасибо, Рафик Равильевич, за интересную беседу. Еще раз вас с праздником, с праздником весь ваш коллектив. Всех ваших воспитанников поздравляем с Днем лицеиста. Ну, в общем-то, всех лицеистов Ульяновской области, да, и всей страны. С праздником телезрителям напомню, что сегодня у нас в гостях был директор Ишеевского многопрофильного лицея Зелимов Рафик Равильевич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин